13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Михаил Шевелёв, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа», экономист, журналист, наш постоянный эксперт. Михаил, добрый день. Добрый день, Юлия. Рада вас видеть. И сразу хочу задать вам вопрос с сайта «Эхокирова.ру». В разделе «Анонсы» можно задавать вопросы нашим спикерам. Этим воспользовался один из наших слушателей. Его зовут Александр Семёнович. Итак, цитирую. Хочу выдвинуться от «Гражданской платформы» по одномандатному округу в законодательное собрание. Что для этого нужно сделать? Ну, прежде всего, нужно познакомиться. Потому что, на самом деле, мы партия достаточно конструктивная. И очень надеемся на то, что ряды наши будут пополняться людьми здравомыслящими, людьми, очень, скажем так, основанными на определенной логике сегодняшней ситуации. И те, которые разделяют наши точки зрения, идеи, связанные с поддержкой предпринимательства, с защитой интересов предпринимательства, тем более в такое сложное экономическое время. Поэтому, я думаю, информацию о нас найти в интернете достаточно легко. Связаться, приехать, мы люди очень открыты. И, в принципе, поддержка от нас, она может быть достаточно многогранна. Ну, то есть, вы предлагаете найти в интернете телефон Кировского регионального отделения, позвонить, записаться на прием. Ну, если сейчас мы продиктуем, то тоже хорошо. Я думаю, что в этом не будет ничего страшного. Давайте продиктуем. Мой телефон личный. 4608-59. Вот. Нужно сюда звонить, познакомиться с Михаилом. А что дальше, Миш? Дальше мы на сегодняшний день формируем список людей, которые пойдут от нас по различным выборам. То есть, в муниципальные органы, то есть, это муниципальные думы, в законодательное собрание, в Государственные думы. На самом деле, мы ведем ряд переговоров с очень интересными, нестандартными людьми. Ну, нестандартными в том плане, что неожидаемыми людьми. Вот. Потому что, ну, на сегодняшний день, скажем так, необходимо обновление, необходимо действие и необходимо появление новых людей. Именно, ну, я считаю, что в первую очередь в законодательном органе власти. И очень хотелось бы, чтобы законодательный орган власти стал законодательным органом власти, в целях деятельности которого существует установление правил игры. К сожалению, я бывал на многих встречах кандидатов в различные депутаты, в том числе, законодательного собрания, да, во встречах их с населением. И очень часто происходит, ну, такой некий популизм. То есть депутат законодательного собрания очень часто населением воспринимается не как человек, способный влиять на ситуацию именно с точки зрения установления правил игры, то есть прав законов, и соблюдения этих прав, и выстраивания таких правил, которые были бы удобны в первую очередь населению. А смотрят на кандидата именно с позиции некой такой потребительской. То есть что он может конкретно сделать для нас, сколько у него есть денег, что он готов вложить в то, чтобы, ну, грубо говоря, в социальную инфраструктуру, вот тех, кто голосует. И это очень часто приводит к тому, что те, у кого есть деньги, они имеют возможность пообещать, и за счет личных средств, там, каких-то, ну, сформировать определенную социальную, там, инфраструктуру, там, детские площадки. Смотреть на кандидатов надо по-другому. Законодательный орган власти, это прежде всего должны быть профессионалы, эксперты с точки зрения права, с точки зрения различных экономических, скажем так, ситуаций, с точки зрения взаимодействия всех, всех групп нашего общества, то есть это общественная деятельность, власть и бизнес. То есть, получается так, что, ну, не всегда получается, что приходят те люди, которые способны многоаспектно рассматривать те проблемы, которые стоят при принятии законов. Поэтому и законы получают не качественные, не всегда работающие или работающие не так, как они задуманы. Ну, я боюсь, Михаил, что когда люди мало что знают о кандидате, то для них очень сложно заключить о нем, что он профессионал в области права, экономики и вообще профессионал всех видов коммуникации. Нет, это, естественно, так. Вопрос в том, что сегодня время такое, когда на смену некоторым лозунгам по политическим и социальным, скажем так, да, то есть должны приходить более конструктивные и стратегические мысли и действия, связанные с тем, как будет устроено общество, условно говоря, там, даже не через 5 лет, а через 10-15 лет. И для этого должны появляться люди, которые, ну, собственно говоря, формировали свою репутацию за много лет своей профессиональной деятельности. Ну, хорошо, ладно, будем выбирать людей с репутацией. Раз мы заговорили про выборы, есть у меня вот такая тема. Комитет Госдумы по конституционному законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении поправки к выборному законодательству. Какая поправка конкретно меня заинтересовала? Это законопроект ЛДПР, и он запрещает использовать в агитации изображения людей, не являющихся кандидатами. Об этом есть статья на «Ведомостях». В первую очередь, этот запрет коснется двух людей, этой личности Владимира Путина, и, в частности, его фотографии, фотографии Алексея Навального. Вот как, Михаил, вы относитесь к такой инициативе, и согласны ли вы, что это все направлено против партии «Парнас»? Ну, нет, я, наверное, так не буду рассматривать узко там, да, то есть, конечно, у нас очень много изменений, связанных с выборным законодательством, они направлены на то, чтобы каким-то образом поддержать, ну, те партии, у которых больше административный ресурс, скажем так, очень аккуратно скажем. Вот. Я уже сказал то, что востребованность конкретных людей, людей, обладающих репутацией, и людей, которые не по доверенности будут, ну, собственно говоря, там, формировать общественное мнение, да, и там, не прячась за спиной кого-либо из лидеров, а появление новых, ну, скажем, людей, которые, ну, на перспективу станут хотя бы там очень влиятельными федеральными политиками. Оно сегодня запрос времени на самом деле. Вот. Я бы рассматривал, может быть, эту поправку именно с этой позиции. Хотя, действительно, с точки зрения того, чтобы, ну, как сказать, не спрятаться за спиной, а у нас есть привычка голосовать за лидеров. То есть, грубо говоря, голосуя за ЛДПР, мы понятно, за кого голосуем, там, да, голосуя за Единую Россию, мы уже менее понятно, за что голосуем, но, тем не менее, мы голосуем за тех людей и за те обещания, которые они готовы сделать там на конкретной территории. Менее понятно это вы сейчас что имели? Ну, точка зрения лидера, то есть, голосовать за Дмитрия Анатольевича Медведева. Что, Путин отстроился от Единой России? Ну, у нас лидером является Дмитрий Анатольевич Медведев. Ой, ну ладно, хорошо. Но, на самом деле, давайте там рассматривать, то есть, у Путина есть сегодня ОНФ, да, общероссийский национальный фронт. То есть, у него есть более, скажем, такая популярная, более деятельностная и более, ну, что ли, такая интересная структура, чем Единая Россия. То есть, вы считаете ОНФ более популярным, чем Единая Россия? Ну, по крайней мере, там она не основана на членстве в партии. Единая Россия. Популярным, кстати, где? В народе. Я бы сказал, в таких общественно-экспертных кругах. Не в электорате? Нет, не в электорате. Потому что, хотя, видите, на сегодняшний день деятельность ОНФ, она очень такая, то есть, резонансная в позиции, там, антикоррупционной деятельности, выявления, там, неэффективных трат денег, там, и так далее. То есть, она очень популярна с точки зрения таких нормальных трендов, то есть, здравомыслящих трендов. Вот. А с точки зрения, там, лидеров ОНФ, там, в Кировской области, и то, кто от них пойдет, это уже, ну, другой вопрос, собственно. То есть, нужно смотреть на конкретных людей, кто будет, от кого выдвигаться, и каким образом будет использовать тот бэкграунд, с которым пойдет на выбор. То есть, у нас Никита Юрьевич выдвигался как самовыдвиженец. Это тоже определенный, ну, скажем так, подход. Я думаю, что количество самовыдвиженцев будет очень немаленько. И количество людей, формально выдвигающихся от партии, но декларирующих некие разумные, логичные принципы, их тоже будет, ну, достаточно много. — Формально выдвигающихся от партии, то есть, не членов партии. — Да, то есть, не членов партии. То есть, сторонники, возможно, даже не сторонники, но те, кто договорились, или каким-то образом разделяют просто взгляды, то есть, такое будет. — Давайте про этот законопроект все-таки договорим. То есть, вы согласны с этой инициативой? — Ну, я не вижу в ней ничего предусмотрительного, потому что, вот, смотрите, у нас существует практика, я не уверен, что она до сих пор сохранилась у нас, да, но она у нас точно есть. Когда в законодательном собрании, например, голосуют по доверенности, когда в общественных организациях приходят люди и голосуют по доверенности. — То есть, это, на мой взгляд, очень серьёзное размывание ответственности, потому что, ну, да, мы же знаем, что по доверенности, ну, я так-то и не так хотел голосовать, да, ну, тогда он так проголосовал, я ему доверяю. — Я так-то против, но вот он проголосовал, да. — Это вообще, как бы, отвратительная практика. То есть, человек, которому доверил народ выражать свои интересы, он должен нести ответственность за то, что он пообещал. — Вопрос в культуре, вопрос в том, что эта культура должна продолжать, ну, или, скажем так, она формируется, но очень медленно. Вот, возможно, с такими поправками, которые, с одной стороны, заставляют кандидатов лично участвовать в дебатах, с другой стороны, я очень много людей, достаточно достойных знаю, которые, ну, не очень хорошо говорят. Могу сказать по своему опыту, что существует очень классное, там, вот, собрание населения, когда очень красиво говорят. Очень красиво и очень правильно. И это совершенно не означает, что за этими словами будет, ну, очень красивое и правильное и точное действие. Поэтому в данном случае поправкой я не вижу какого-то серьёзного изменения, скажем так. — Ну, как не видите изменений? Единая Россия не пойдёт на выборы под портретами Путина. Мне кажется, в этом есть... — То есть, его не будут показывать по телевизору, да? — Слушайте, Путина всегда будут показывать по телевизору. То есть, с точки зрения того, что, условно говоря, вместо него нельзя кого-то другого поставить на дебаты, вот это, я так понимаю... То есть, в чём причина там? Навальный, не будучи кандидатом, потому что у него есть запрет, да, имел возможность... — Не может участвовать в дебатах от партии Барнаса. — Да, то есть от каких-то других кандидатов. И таким образом он формировал некую личностную, там, повестку, то есть, личный образ, имел возможность доносить, разговаривать с населением. Эту возможность хотят исключить. То есть, и рассматривают большинство вот через эту призму. Я же рассматриваю через призму того, что вот существует кандидат, он не ходит никуда, и он посылает вместо себя других людей, ну, причём он сам выступает, там, перерезает ленточки, где-то выступает, постоянно он в средствах медиа, да, просто по должности, например. — Но не коммуницирует. — А от него приходит человек, который, в принципе, может очень аккуратно молчать или вообще не говорить, или, собственно, говорить очень аккуратно, опять же. То есть, и вот, на мой взгляд, вот этот запрет прежде всего ударяют по этим людям, которые, с одной стороны, перерезают ленточки, показываются по телевизору, а с другой стороны, в дебатах не участвуют, ну, или, там, не хотят, то есть, и могут кроме себя никого поставить. А когда эти люди начинают встречаться и разговаривать, там, с другими людьми, им очень сложно говорить. Вот мы... — Так это хорошо или плохо? — Ну, я не вижу в этом ничего плохого, я считаю, что это хорошо. То есть, должна быть ответственность за свои слова, ответственность за тебя. Не кто-то другой должен голосовать или говорить, а ты сам должен идти, говорить, и, собственно, все ответственные в будущем за то, что сказал. — Хорошо, разобрались. Давайте дальше, Миша. Я напомню, что это секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа». Давайте поговорим про праймерис «Единой России». В этом году от «Единой России» могут... Точнее, в праймерис «Единой России» могут участвовать не члены партии. То есть, то самое, о чем вы говорите, да, что от партии могут пойти на выборы, адекватные кандидаты, не состоящие в этой партии. А вот почему, как вы считаете, у «Единой России» дефицит кадров, им надо обновить состав, они себя дискредитировали. Почему они привлекают людей со стороны? — Ну, я знаю почему, да, но не хочу, что-то говоря, об этом говорить. — Так, минуточку. — Ну, во-первых, «Единая Россия» не моя партия. То есть, и, соответственно, разговаривать о том, что это, по сути, единственная партия, которая проводит праймерис, по сути, да, то это некая реклама «Единой России», и там их подходы, которые они формируют, я должен сказать, что они, в принципе, наверное, с точки зрения институциональной, по всей Российской Федерации, институциональной, то есть как партия выстроена, какие внутренние движения есть, какие существуют механизмы, скажем так, выборов. Ну, я не могу про другую, про любую партию сказать, что у них есть такой же мощный, скажем так, такая мощная внутрепартийная конкуренция. То есть, вот в этом плане это формат создания некой конкуренции и в то же время создания некоторых внутренних правил или там формальностей, согласно которым, кто будет представлять «Единую Россию», кто будет каким в списке партии, это будет каким-то образом декларироваться. Я не буду говорить или там оценивать, а тем более не знаю, будем так считать, да, что происходит с точки зрения реальных результатов на праймерис. Кто у них свои чуровы, кто у них ведет подсчет, кто у них и того принимает решения вот по этим праймерис. Поэтому я бы говорил вот про другую вещь. То есть, возможно ли, например, проведение праймерис в других партиях? Да? То есть, когда, допустим, гражданская платформа берет и проводит праймерис среди своих, пусть там трех, пусть пяти, пусть четырех человек, с тем, чтобы определить, кто из них будет возглавлять партию, кто из них более достойный, кто из них более востребован, что ли, нашим электоратом для того, чтобы представлять партию в Государственной Думе. Вот это гораздо более интересный формат. И то есть, мы, в принципе, рассматриваем такой вариант. Пусть будет два человека ярких, да? И проведут между собой праймерис о том, что мы готовы пойти. Кто из нас будет первым номером для выборов? Хорошо. Партия Гражданская Платформа возьмет самовыдвиженцев со стороны, не состоящих в партии? Обязательно. Ну, хорошо. Честно сказать, то, что на сегодняшний день есть запрос на людей, которые не боятся говорить. Есть запрос на людей, которые очень четко и грамотно говорят, пусть чуть больше правды, чем, ну, это звучит из уст среднерядового журналиста, скажем так. То есть, запрос такой действительно существует. И кроме того, существует запрос на людей, способных делать дело. Согласитесь ли вы с тем, что на самом деле люди инициативные, активные, которые готовы поучаствовать, они в большой степени разочарованы в существующих партиях. Они разочарованы в партийном движении. Какое у нас основание отказывать этим людям, ну, грубо говоря, или там заставлять их разделять наши партийные взгляды, тем более, что это, ну, скажем так, сегодня в процессе некого восстановления и поиска. Мы все находимся в системе новой реальности, когда мы ищем. То есть, разделить там по идеологическим принципам партию «Справедливая Россия» от «Единой России», я думаю, сами члены «Единой России» и «Справедливой России» затруднятся. И вот для нас есть очень важная вещь. То есть, мы хотели бы выстраивать такую власть, которая бы формировала условия на экономическом поле, равные для всех участников предпринимательской деятельности. Чтобы была возможность у предпринимателя, который начал заниматься предпринимательской деятельностью, вырасти и стать владельцем заводов, пароходов, СМИ и так далее. Вот этот процесс, к сожалению, на сегодняшний день, все образы, которые существуют, они связаны с приватизацией или с некими механизмами теневого передела собственности. Те примеры, которые с ноля вырос и стал, у нас, к сожалению, ну, вот я сейчас сразу даже не назову. И даже если они есть, то они есть в секторах, которые, ну, в секторах связаны с торговлей, с финансами, с там, ну, с некоторыми вот такими вещами, которые в большей степени перераспределяют ресурсы, нежели создают реальную добавленную стоимость. Вот. Поэтому вот желание создать, ну, сказать крикну, там, надоело вот этот вот маразм, который там существует, создать более комфортные условия и понятное правило, он существует. Вот. Вот. На этом мы остановились. Миша, а Вы сказали сейчас про праймерис партии гражданская платформа в сослагательном наклонении. То есть даже если они будут, пусть эти два человека между собой поконкурируют, а кто же будет выдвигаться, а все-таки будут праймерис или нет у Вас? Ну, честно говоря, мы такой запрос направили, потому что все-таки вещь такая, как партийная дисциплина, она существует. Это интересно. То есть на это есть запрос. С тем, с кем я общался, они очень готовы это поддержать. Соответственно, решение будет принято, реализую. Мы с удовольствием это делаем. То есть будут у нас праймерис или нет? Точнее, у Вас, у нас, зависит от Москвы? Да. Хорошо, ладно. Потому что очень высокий уровень. То есть в данном случае проводить праймерис необходимо на уровень Государственной Думы. Хорошо. Предлагаю с этим закончить, перейти к темам экономическим, тем более, что Вы принесли новый номер журнала «Товар. Деньги. Товар». Вот, Миш, я вчера, когда готовилась к нашему эфиру, конечно же, что я открыла первым делом? Я открыла Ваш сайт. Очень хорошо, очень это меня радует. Да. tdt.info. Сайт журнала «Товар. Деньги. Товар». И обнаружила на нем статью Яна Чеботарева и Дмитрия Кайсина о налоговых проверках. Вот, авторы этой статьи предлагают предпринимателям готовиться к налоговым проверкам и к обвинениям в неуплате налогов путем дробления бизнеса и получения необоснованной налоговой выгоды. Вот Вы в этом, с авторами статьи согласны? Ну, во-первых, я автор статьи очень хорошо и давно знаю. Да, я не сомневаюсь в этом. Мы именно в этом направлении, ну, чего уж там греха таить, то есть я аудитор по образованию и с точки зрения налогов и защиты крупнейших налогоплательщиков Кировской области достаточно много и работали, и работаем до сих пор. Я бы вот в этой статье акцентировал момент не на том, что нужно готовиться и будут кошмарить. Это уже происходит. Происходит в очень таких существенных масштабах. Причем происходит в таких компаниях? Все о них знают, все о них говорят, знают цифры, которые доначисляются и, собственно говоря, проецируют это на себя. Так вот, в этой статье в большей степени показано, что необходимо учитывать, проецируя на себя возможную ситуацию. И с этой позиции статья очень практичная. То есть она, ну, тем, кому необходимо, они, собственно, могут с ней ознакомиться, почитать и не ходить лишний раз к консультанту, не платить деньги дополнительные для того, чтобы понять, что и как у них это выстроено. Проблема в чем? Проблема в том, что государство, когда уверенно сидело на ренте нефтяной, да, то есть очень часто механизмы прозрачных правил и, ну, того, что нельзя, делать налоговую, системе, ну, не то, что глаза закрывало, а, может быть, не придавало этому такого очень жесткого значения. То есть, когда все ведь знали о том, что там компании действуют, там, вот, ну, таким способом. Условно говоря, компании это делали не то, что там сознательно и несознательно. Была такая возможность. Они в рамках своей управленческой деятельности умеют и могут и должны иметь возможность формировать некий, там, управляющий механизм. Нет, ну, когда у бизнеса есть возможность оптимизировать налоги, налогообложения, то какой бизнесмен от этого откажется? Нет. Проблема в том, что большинство предпринимателей не делают это с целью исключительно оптимизации. Не делают это, вы имеете в виду, не дробят бизнес, исключительно с целью оптимизации. Нет, они не меняют форму управления, форму разделения и дробления исключительно для того, чтобы получать налоговую выгоду. Ну, представьте, вы владелец, ну, достаточно большой сети магазинов. То есть, автоматически в каждой из этих сетей существует свой руководитель, да, существует необходимость у меня как у владельца управлять эффективностью этого магазина. То есть, существует необходимость управлять эффективностью работы директора. И, соответственно, мне гораздо интереснее выделить этот магазин или, там, этот бизнес, там, ну, любого направления для того, чтобы вот этот директор управлял им, получал определенную прибыль. Был понятен финансовый результат конкретно по этому предприятию. Да, да, да. С точки зрения управленческих и каких-то, там, бухгалтерских учетных моментов, мне, конечно, это удобнее. И поэтому выстраивались вот такие системы, которые дополнительно получали налоговые выгоды. Сейчас вот эти вот модели, которые очень серьезно опробируются в судах, они очень сложно предпринимателю доказать, что у него приоритет, условно говоря, вот этих деловых целей сделок подроблений, да, по организации новых организаций. Или ради неуплаты налога. Да. То есть он превышает, условно говоря, дополнительную налоговую выгоду. Миш, нам надо сейчас прерваться, потому что у нас время рекламы. Мы обязательно к этому вернемся. Это особое мнение Михаила Шевелева, секретаря регионального отделения партии «Гражданская платформа», аудитора, журналиста. Через пару минут мы вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Михаил Шевелев, аудитор, экономист, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа». И мы продолжаем про налоговые проверки. Миш, если мы все понимаем, ради чего налоговики шерстят предприятия. Нужно пополнять бюджет. Наверняка есть задача из Москвы, потому что все-таки налоговая – это федеральная структура. План до начисления, он есть. По нему оценивается, собственно говоря, эффективность работы государственных органов. А если у предприятий, которые сейчас проверяют, и на которых налоговая сидит не один месяц, и просто парализует всю работу предприятия, закончится терпение, и после окончания проверки они пойдут в другой регион и перерегистрируются? Вопроса два. Да. Что останется в нашем бюджете? И вопрос второй. А в соседнем регионе налоговая ведет себя по-другому? Вот на последнем заседании правления Вяткой торговой промышленной палаты нам раздали листочки с тем, сколько было доначислено штрафов, собрано штрафов за первое полугодие 2015 года. Кировская область очень достойно занимает в этом пике 14 место. Из всех регионов России? Из всех регионов России. Я уверен, что по валовому региональному продукту мы явно не в первой сотне, ну, первой полусотне, полусотне там условий. То есть это где-то там, может, 60-е там места, там еще как. Ну, если я правильно помню, где-то как раз там. Вот, ну, по доначислениям, то есть, вот со сколькими экспертами я разговаривала, понимаете, мы такой регион, как это правильно сказать, там, красный. То есть мы, у нас очень квалифицированные и качественные сотрудники фискальных органов. Они очень хорошо знают законы, они очень хорошо могут ими, скажем так, применять их с точки зрения фискальных процедур. И в этом плане нашим предпринимателям очень тяжело, ну, скажем так, без квалифицированной помощи, там, юристов, адвокатов, ну, а с их помощью, так, достаточно дорого, защищать свои интересы. Соответственно, принимаются решения о том, чтобы уйти в регион, в котором с их оборотами, ну, то есть это условно говоря, если здесь 100 миллионов в ручке, это как бы уже там нужно присмотреться к предприятию, то, например, соторстание 100 миллионов, это, ну, где-то там какое-то предприятие, которое абсолютно не сильно влияет на местную деловую активность и местный бюджет. Поэтому есть желание у предприятий уйти туда, вставить на учет в налоговом органе, а здесь открыть обособленное подразделение. С точки зрения перераспределения налогов, то есть существует механизм, при котором, работая здесь, то есть платят предприятия здесь НДФЛ, платят, то есть там налог на имущество, различные другие налоги, там какая-то часть налога на прибыль остается, да, но реально получается так, что у нас местных-то налогов, они хоть и сохраняются, но в целом вдоле некоего бюджетного обеспечения. У нас, ну, в целом есть какой-то такой дисбаланс между местными налогами и налогами, которые входят в федеральную казну. Поэтому, по сути, с точки зрения региона, мы самое главное теряем налог на прибыль. То есть мы теряем такую, скажем, налог инвестиционный, который позволял бы развивать бизнес здесь, в будущем. То есть некое влияние даже на предпринимателей теряем. То есть мы теряем даже площадку для разговоров, потому что в данном случае запрос на проверку, контроль будет уже исходить из других регионов. И здесь налоговые уже просто собирают там данные по каким-то там конкретным критериям. А предприятие становится немножко легче вести здесь бизнес. Поэтому и уходят в другие регионы. Михаил, это вы понимаете, это понимают многие эксперты. Почему этого не понимают налоговое правительство? Что они будут делать, когда несколько крупных предприятий, работающие в Кировской области, зарегистрируются в соседних регионах? Ну, давайте так. То есть вопрос по отношению к правительству Кировской области, лучше задать членам правительства Кировской области. Что они думают и как они взаимодействуют? Почему не понимают? Ведь в принципе это все знают. Я думаю, что все прекрасно понимают. Все все знают и понимают. Вопрос в том, что это требует колоссальных усилий совершенно другого порядка. Не просто волевых решений и распоряжений. Это требует неких разговоров, площадок и деятельностей за пределами пяти лет. То есть за пределами выборного срока. То есть это я не знаю. То есть я говорю не по адресу вопрос. Но точно могу сказать, что налоговые органы это федеральные органы. Да я понимаю прекрасно, что губернатор Кировской области не может топнуть ногой и сказать налоговое. А ну-ка налоговое, перестаньте кошмарить бизнес. Но вместе с тем существуют определенные механизмы. Я думаю, во многих субъектах федерации они выстраиваются. С тем, чтобы сформировать некий такой процесс, который не является зашкаливающе фискальным. Скажем так, с одной стороны, да. С другой стороны, позволяет всем участникам процесса достигать своих неких там, ну, некого баланса что ли деятельности. Хотя на самом деле эта проблема на сегодняшний день не только в Кировской области. Она существует во многих и других регионах. Но тем не менее предприниматели, которые уходят от нас, они не жалуются. Они говорят, что мы зарегистрировались в другом регионе и у нас все отлично. Легче. Ну, предприниматели просто проявляют некую предпринимательскую смекалку и формируют немножко другие, более сложные варианты для контроля налоговых органов по отношению к предпринимательскому. Естественно, то, что в тех регионах, вот мы уже с вами поговорили, да, то есть это предприятие далеко не на виду, оно уже в категории там редко проверяемых, скажем так, да. И, соответственно, ну, давления на них автоматически меньше. Кроме того, у нас ведь еще есть такая вещь, как бухгалтерская служба традиционная. У нас до сих пор очень много бухгалтеров, которые не... Вместе с тем, чтобы отправить документы по электронной почте, там, по электронной системе, ездят налоговую, там, советуются с инспекторами со своими и каким-то образом сопровождают всю деятельность для, ну, того, чтобы там налоговому органу все было понятно, прозрачно и так далее. В случае с переходом в другие регионы, там формат отношения уже становится более такой, скажем, современный. То есть там никто никого в лесу не знает. Документы уходят, приходят требования, пересылаются эти требования, там, ответы на запросы различные. То есть такой режим более такой, ну, технологичный, что ли. А ведь как? У нас, вот я помню, считал налоговый орган, собрал у нас представителей лесопромышленного комплекса, да, и сказал, так, если не будете платить все, там, налоги, там, своевременно, мы вас будем кошмарить. По нашим данным, только один процент, собственно говоря, тех предприятий, которые достаточно добросовестно платят свои налоги, свои обязательства исполняют, ну, и, собственно, ведут прозрачную деятельность. На что присутствующие сказали, так, в общем-то, один-то процент это мы. То есть мы пришли, мы с вами разговариваем, мы готовы вести диалог, и кошмарить вы будете нас, потому что остальных найти сложно. Это как в том анекдоте, про ищу под фонарем, потому что тут светло. Вот, абсолютно такая хорошая фраза, потом где-нибудь используем ее. И, соответственно, конечно, работа с теми, кто не виден, работа с теми, кто, ну, каким-то образом, изначально маргинально к тебе подходит, ну, там, по отношению к рынку и ко всему, она более сложная, она менее, что ли, такая стандартизованная. И поэтому, кто работает прозрачно там, у кого есть чего взять, к тем и идут, потому что нужно выполнить свой план. Замкнутый круг какой-то получается. У меня есть такое ощущение. И этот круг, к сожалению, будет все более и более замкнутый, потому что то время, когда можно было реализовать эти вещи достаточно, не то что безболезненно, да, но, ну, скажем, приемлемой ценой за реализацию этих мероприятий. Сегодня это будет, ну, очень сложной болезненно. Помните, в прошлый раз мы с вами обсуждали те, скажем, события, которые произошли в... Которые повлияли на экономику Теровской области в прошлом году. Да. И мы с вами отмечали, что вот эти вот механизмы некоего там фискального контроля, которые все больше и больше выстраиваются, они формировались, и они будут расти. И вот, к сожалению, на сегодняшний день, вот, все те механизмы, которые связаны с доначитлением, с повышением собираемости, они распространяются на прошлые периоды. Из-за них-то очень тяжело даже психологически предпринимателю платить, потому что он уже все, что там заработал, где-то инвестировал, он уже потерял сегодня. Потерял в связи с ростом доллара, еще с чем-то. От него сейчас приходят и говорят, ты заплати еще за то, за те три года назад. И это-то ему вот тяжелее всего пережить. Потому что я бы тогда-то заплатил. То есть, когда ты ко мне тогда приди, я-то сосчитал и заплатил. А мне сказали, да ты погоди пока, то есть мы тебя пока кошмалить не будем. А потом ба-бах, правила не то, что изменились, а они изменились. На самом-то деле, ну, чего лукавить. Они изменились, потому что раньше это было вроде как нельзя, но никто за этим там не наблюдал. А сейчас начали просто-напросто очень профессионально к этому подходить. Там у тебя, условно говоря, там смешение есть по работникам. Ну, на самом деле, те, кто аккуратно ведут деятельность, те, кто отслеживает постоянно там практику, условно судебную, да, они этот тренд-то давно заметили. Он был всегда. А те, кто работал с консультантами, которые живут в России не первый год, то они знают о том, что в России далеко не все, что не запрещено, разрешено. И нужно смотреть и планировать действительно там намного вперед. Если сегодня там налоговики за это не кошмарят, то может все измениться. У нас практика насыщенная. Миша, у нас с вами осталось буквально две минуты. Я хочу еще один вопрос задать. Интересную статью вчера нашла на РБК. Бэнк оф Америка рассчитал, что если цена на нефть упадет до 25 долларов за баррель, то российский бюджет может быть сведен без дефицита, если курс доллара будет равен 210 рублей. Считаете ли вы такую перспективу реальной? Знаете, что мне больше всего нравится в этой новости? То, что это Бэнк оф Америка рассчитал? Да. И я думаю, что эксперты склоняются к тому, что это, наверное, точно. Почему? Потому что они все знают, значит, о нашей экономике. Они знают, кто сколько производит, куда это уходит, каким образом это внутри создает наш валовый продукт. И вот это меня беспокоит. То есть представьте, у вас там, условно говоря, подруга рассчитает ваш бюджет и угадает его. Это просто страшно. А то есть вы считаете, что они угадали? Ну, я допускаю с тем, что у нас большинство, ну то есть 90% нашей экономики проверяются американскими компаниями. Вся отчетность, доступ к внутренней документации у них есть. Ну, допустим, как бы там, это компания большой четверки. То есть те компании, которые на лондонской, нью-йорской бирже торгуют своими акциями. И, соответственно, я допускаю, что они имеют возможность рассчитать. То есть абсолютно угадать и... Хорошо, будет стоить доллар 210 рублей или нет? Нам надо заканчивать, к сожалению. Это реальная перспектива или это нас пугает? Ну, угадать вообще не мой, реальная перспектива. Очень реальная. Спасибо, Михаил, за ваше особое мнение. На этом я предлагаю закончить и каждому сделать для себя выводы из ваших слов. Спасибо. Это было особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря регионального отделения партии «Гражданская платформа», аудитора-экономиста нашего постоянного эксперта. Я благодарю вас за эфир. Эфир для вас вела Юлия Айфанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует...